Добрый день, уважаемые коллеги. Я также хотела поблагодарить организаторов за приглашение, за возможность участия в таком масштабном мероприятии. И свой доклад я бы хотела посвятить вопросу того, как встраивается зеленая повестка в процессы цифровизации, а скорее не наоборот, как цифровизация сюда встраивается. И встраивается ли вообще зеленая повестка в эти процессы? Будьте добры, я запущу презентацию. Нам нужно запустить, да? Так, так, так. Мы запустим сейчас. Если можно, да. Следующий слайд, пожалуйста. Я бы хотела выделить три вопроса. Глобальные цифровые тренды, каким образом они влияют на зеленую повестку и на процессы цифровизации в сфере зеленой экономики? Как, каким образом, какие механизмы встраивания финансовые существуют? И как же ведет себя российский рынок и с же инвестированием? Следующий слайд, пожалуйста. Итак, в каких условиях происходят технологические преобразования? Да, мы мыслим, конечно же, позитивно, мы мыслим утвердительно, они будут происходить. Но в 2023 году наблюдалось сокращение инвестиций в большинстве технологических сегментов. На это обращает МакКинзи, в частности. Понятно, что это сложная макроэкономическая ситуация. Понятно, что это высокий уровень инфляции и желание предприятий сократить издержки. Однако, парадоксально, что при этом потенциал роста IT-рынков остается очень высоким. Итак, как это можно увязать? Ну, во-первых, я бы выделила тренды, меняющие мир, глобальные, в фокусе внимания МакКинзи. Это революция искусственного интеллекта, формирование цифрового будущего. И обратите внимание, пятый пункт – устойчивый мир. То есть зеленая повестка остается или находится, или продолжает развивать тренд цифровизации. Далее, следующий слайд, пожалуйста. Если мы посмотрим на ключевые тренды, влияющие непосредственно на предприятие, но уже в соответствии с выводами Гартера, то мы увидим, помимо таких столбовых направлений, как союзное потребление корпоративных технологий, совместные инновационные экосистемы, цифровые торговые площадки, интеллектуальные приложения, технологии метавселенной, мы также увидим направление устойчивый бизнес. При этом последний опрос Гартнера показывает, что 42% руководителей в настоящее время используют инструменты в области устойчивого развития именно для стимулирования инноваций, для дифференциации, для роста бизнеса. И еще такое очень интересное направление, ключевой тренд – демократизация технологий, на что хотела бы обратить внимание. Этот подход дает возможность работникам, не связанным с IT, искать, выбирать, внедрять, адаптировать собственные технологии. И по прогнозам к 2025 году 55% всех успешных новых технологических решений будет поставляться нетрадиционными заказчиками, то есть за пределами IT, теми же промышленными предприятиями, что позволит найти новые рынки, наладить новые отношения. Каким же образом возможен запуск высокотехнологичных проектов в фокусе этих трендов? Какие инструменты являются релевантными для запуска технологических преобразований? Следующий слайд, будьте добры. И в данном случае мы видим, что зеленая повестка, как я уже сказала, набирает популярность, приводит к росту спроса на экологичность промышленности. И финансовые инструменты все чаще-чаще используются компаниями. ИСДЖИ, инструменты, зеленые облигации, используются активно для модернизации производства. Интерес к ним одновременно возрастает как со стороны крупных инвесткомпаний, так и непосредственно финансовых организаций. И вот мы видим уже по оценкам Блунберга, каким образом распределяется выпуск зеленых облигаций по секторам в 2021 году, по данным, по отчету 2022 года. Это очень интересное явление, но показывает потенциал роста относительно нового, но очень перспективного инструмента – зеленых облигаций. А что такое зеленые облигации? Я позволю напомнить, это облигации, которые соответствуют принципам, стандартам, критериям в сфере экологии, в сфере зеленого финансирования. Их появление связано с принципами устойчивого развития ИСДЖИ. Зеленые облигации финансируют проекты, связанные с охраной природы, улучшением экологической обстановки. Да, они являются зеленой облигацией. Одной из разновидностей ИСДЖИ-облигаций, наряду с такими, как облигации социальные, с облигацией устойчивого развития, облигации, связанные с устойчивым развитием. То есть это все инструменты финансирования. Но, что можно заметить? Во-первых, благодаря высокому спросу на зеленые облигации, ставки по ним ниже, чем по другим долговым обязательствам, долговым бумагам тех же имитентов. Это, второе, это позволяет снизить стоимость заимствований одновременно для компаний получить статус прогрессивной компании, которая уделяет внимание экологии. Таким образом, получается, что компания выполняет обязательства, не нарушает требования, установленные для зеленых облигаций, и помогает, способствует улучшению экологической ситуации. Но природа данного инструмента крайне противоречива, и с этим связан ряд препятствий и таких вот своеобразных механизмов торможения. В чем противоречивость? С одной стороны, доходы, вернее, зеленые облигации сертифицируются третьими лицами. Поэтому для новых имитентов процесс их выпуска может быть очень обременительным, очень дорогостоящим. Но с другой стороны, доходы от зеленых облигаций предназначены для зеленых проектов. По правилам выпуска, соответственно. Но сами облигации при этом обеспечиваются всем балансом имитента. И это порождает массу вопросов, массу рисков, связанных с мотивацией использования данного инструмента. Но что говорит нам рынок? Следующий слайд, пожалуйста. Если же мы обратимся к рынку, по данным отчета о состоянии Бонс Инсайт в 2022 году вышедшем, мы видим динамику выпуска облигаций ИСДЖИ вот таким образом. То есть мы видим восходящий тренд рынка зеленых облигаций, как в целом и восходящий тренд инструментов ИСДЖИ. Но при этом в этом сегменте инструмента устойчивого развития мы видим, какую силу набирают зеленые облигации. Именно зеленые облигации. В чем же секрет? С чем связана такая позитивная динамика? При том, что инструмент противоречив имеет достаточно сырую еще зыбкую почву для применения, в частности, в развивающихся странах. И здесь позитивную динамику мы можем увязать с преимуществами, положительными эффектами данного инструмента. Следующий слайд, пожалуйста. Первое. Это высокая мотивация. Давайте, если можно временно заканчивать, к сожалению, пару минуточек еще про проблемы. Может быть, если бы осветили, какие проблемы в этом есть. Будет добрый. Следующий слайд. Перелеснем еще. Следующий, следующий, следующий. Динамика накопления капитала показывает как раз-таки бурный процесс именно в экологических проектах. Далее. Следующий слайд, пожалуйста. Мы видим, как повышаются сделки в секторе зеленых облигаций и снижаются сделки в частном сегменте, связанном с акциям. Следующий слайд, пожалуйста. И очень интересный слайд, который показывает интерес сырьевых компаний к зеленым облигациям. Это распределение инвестиций по секторам экономики, где мы видим направление роста интересных зеленых активов, уверенный рост инвесторов к зеленым финансовым инструментам в традиционных промышленных отраслях экономики. И по России. Следующий слайд, пожалуйста. Что же Россия? Как Россия себя, как российский рынок ведет? Российский рынок себя ведет очень замечательно. И можно сказать, что такой факт приведу, что в 2021 году были выпущены инструменты, из же инструменты. Можно выделить основных игроков. Вы видите их на слайде. Сфера инвестирования, сфера привлечения, зеленое инвестирование, ветроэнергетика. Далее. Инструменты, торгующиеся на иностранных площадках, доступны и на наших рынках. Но те, которые не попали под антироссийские санкции. Риск высокий. Инвесторы стараются избавляться от активов. Но это создает, в свою очередь, тренд на инвестирование в российские бумаги. То есть для нас это такой позитивный тренд. Далее. Следующий слайд. Можно сгруппировать сферы использования и из же инструментов. Таким образом, вы видите на слайде, и установить можно имитентов, обращаясь к нашему сектору устойчивого инвестирования на московской бирже. Мы видим, что это правительство Москвы, Исбербанк и так далее. И все эти проекты направлены на технологическое обновление, я бы так сказала. Ну и кратковыводы. В целом, все это стало возможно благодаря факторам стимулирования со стороны правительства. Это стало возможным регулированием в области изменения климата. Это стало возможным в результате согласовенности действий акторов рынка капитала и финансовой системы в целом. И создание коалиции и разведывание экосистем способствовало как раз-таки развитию бурного рынка зеленого инвестирования. Потенциал их достаточно значителен. Потенциал технологических преобразований, я думаю, очевиден. Спасибо за внимание. Продолжение следует...